Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Виктория. Сегодня давайте вместе приготовим картофельные шарики. Также их называют сырные шарики или картофельные шарики с сыром. Готовится все быстро, просто, отличная закуска, перекус, подойдет как гарнир на ужин или обед. Полное количество продуктов я вам оставила в описании. Сначала я отварила картофель и очищаю его от кожуры. Затем очищаю чеснок. В небольшую емкость выбиваю одно яйцо. Солю его, перчу и взбиваю вилкой. Нарезаю зелень, у меня петрушка. Затем толкушкой нужно растолочь картофель. Добавляю в картофель одно яйцо, солю его, перчу. Добавляю зелень, выдавливаю чеснок. У меня два зубчика. Хорошо перемешиваю до однородности. И пока я перемешиваю картофель, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Картофель я хорошо перемешала и добавляю в него две столовые ложки муки. У меня сегодня сыр натертый, потому что у меня не оказалось обычного сыра. Конечно, удобнее делать кусочками, с сыром кусочками. Нарезаем сыр кусочками, ложим его вот таким образом в центре картофельной лепешечки и делаем такой, как пирожочек. Обваливаем пирожочек в яйце и затем в панировочных сухарях. Все делается очень быстро и просто. И таким образом поступаем со всем картофельным пюре. Также, если у вас осталось картофельное пюре, не спешите его выкидывать. Вот таким образом вы можете сделать отличную закуску, перекус или гарнир. Ложу немного сыра, немножко придавливаю ложкой. Если нужно, добавляю немного сверху картофеля, хорошо его защипляю. Формирую в шарик. Вот такой шаричек у меня получается. Обмакиваю в яйце и в панировочных сухарях. У меня шарики получились довольно-таки большого размера. Получилось примерно 8-9 штук. Затем разогреваю масло в небольшой емкости. Также я переложила тарелку салфетками. Масло у меня разогрелось и я выкладываю по 3 шарика за раз. Я специально использую небольшую емкость для обжарки, чтобы не очень много использовать растительного масла. Вот такие красивые шарики у меня получились. Подаем их с салатом на обед, на ужин, как я уже говорила. Если вы не знаете, что приготовить, вот это отличная идея. Также у нас сегодня курочка. Подаю я их с курочкой, с салатиком. Посмотрите, как красиво они смотрятся внутри и получаются очень-очень вкусно. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok